День субтитров С толком в студии Андрей Дреер. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Спасение сквера и строительство Рэдисона впервые обсуждают за столом переговоров. Анализ по улицам, анализ транспортно-пешеходных потоков и использование всех вот этих площадей. И только в этом случае можно сказать, подходит объект туда или нет. Разговор был жарким. А здесь все холоднее. Жильцы дома со сгоревшей крышей боятся морозов. Строители даже не начали укладывать утеплитель. Туда демоны уводят грешников. Журналисты федерального издания пошутили. Сравнили Барнаул с преисподней. Никогда такого не было. И вот снова. Первый снег парализовал движение транспорта в Барнауле. Утром город стоял в шестибальных пробках. Так, на Павловском тракте водители ехали со скоростью не больше пяти километров в час. Усугобило ситуацию ДТП на улице Власихинской. Это выпал легкий снежок. Готовы ли водители и дорожники к серьезным снегопадам? Узнаем только через неделю. А вот горный Алтай уже встретил зиму. Сразу в нескольких районах выпал снег. В социальных сетях появились фото и видео. Горный в снегу. Местные тоже оказались не готовы к снежной стихии. На Семинском перевале застряла фура. Еще один грузовик оказался на обочине. Как будто неожиданным мороз стал и для тех, кто занят восстановлением крыши на Барнаульской многоэтажке по адресу Северный Власихинский, 60. Жильцы этого дома горели. Их топило. Теперь они боятся замерзнуть. Все работы на крыше должны были закончить уже сегодня. Это при том, что сроки уже переносили. Но мокрый шлаг не убрали. Новый утеплитель еще не лежит. Жильцы боятся, ведь уже в понедельник синоптики обещают до минус шести. Восстановлен после пожара. Такой теперь крыша покров. Летом в доме номер 60 на Северном Власихинском крыша сгорела полностью. Город выделил 11 миллионов из резервного фонда. А подрядчик должен был закончить работы уже к первому октября. И действительно, задача номер один – спасти нас от дождя – эта задача выполнена. Но если мы поднимемся на крышу, то мы на крышу увидим, что шлак до сегодняшнего дня не убран. Работы затянулись, потому что шлака оказалось больше, чем предполагали. Он остался влажным от воды пожарных и осадков. Поэтому, если его не убрать сейчас, он, по словам жителей, сработает уже не как утеплитель. На морозе крыша моментально промерзнет. И это еще не все проблемы. Если карниза не будет, то она вот там вот такая вот отверстие будет. И мы понимаем, что снег, ветер, он может сюда залетать, и здесь опять все мокрое будет. 1 октября закончить работы не удалось. Но на встрече с журналистами и жильцами 4 октября власти вместе с подрядчиком пообещали закончить через две недели. То есть сегодня, когда остается еще выносить шлак мешками, укладывать утеплитель, закреплять ветровые доски. Наша редакция пока ждет официального ответа на вопрос, сколько еще нужно времени, чтобы полностью подготовить крышу к зиме. Мороз-то не ждет. Илья Кчетков, Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. В правительстве края планируют поднять прибыль от экспорта сельхозпродукции до 500 миллионов долларов. Сейчас эта цифра, правда, меньше в два с половиной раза. Такие перспективные показатели власти намерены достигнуть к 2024 году. В целом в стране объем экспорта продукции агропромышленного комплекса должен вырасти с 25 до 40 миллиардов долларов. Тема обсуждалась на совещании Виктора Томенко с замминистра сельского хозяйства России Оксаной Лут. На встречу также приехали представители ведущих российских компаний, формирующих экспортные поставки. И, судя по всему, к Алтаю у них большой интерес. Томенко отметил, что урожаи зерновых в регионе ежегодно достигают 5 миллионов тонн. Масличных культур – порядка миллиона тонн. В связи с этим власти попросили Минсельхоз помочь со строительством завода по экстракции растительных масел. Это нужно для переработки зерен из-за их переизбытка. Кстати, в аграрной сфере края новый рекорд. Столько сахарной свеклы в регионе еще не собирали. Урожайность культуры в этом году превысила прошлогоднюю почти на 100 центнеров. В итоге в Алтайском крае собрали почти 1,3 миллиона тонн сахарной свеклы. В краевом правительстве сообщают – это максимальный результат в новейшей истории свекловодства. Добавим, что Алтай – единственный в Сибири регион, где выращивают эту культуру. А в Павловском районе действует единственный за Уралом крупный сахарный завод. Ежегодно там перерабатывают миллион тонн сырья. Сквер или гостиница в Барнауле продолжаются споры вокруг возможной застройки одного из городских скверов. Претендует на зеленую зону гостиница «Рэдисон». Впервые за стол переговоров сели общественники, чиновники, архитекторы, ательеры и даже представитель застройщика гостиницы. Илья Кочетков продолжит. Вот здесь пять месяцев назад стояла строительная палатка. Здесь было все за забором. И здесь были те самые протестные мероприятия, как называют это, у нас власть называют, полиция. На самом деле это просто жители вышли высказаться, потому что жители хотели быть услышанными. Это защитники сквера из Екатеринбурга, этим летом отстоявшие одну из зеленых зон от постройки храма. Их пример показал, общественность может быть мощной силой, от которой не отмахнешься. Возможно, поэтому с жителями Барнаула начали говорить открыто. Застройщик гостиницы «Рэдисон» сам представил проект отеля. «Опасения людей по поводу сквера, они как бы нами учтены в разработке проекта. То есть внутренний двор, и как раз где расположена основная зеленая часть этого сквера, они сохраняются. Поэтому, в принципе, это и удобно, и красиво из номеров отеля, чтобы наблюдать красивый зеленый дворик». Лужаев заверил, что внутренний дворик сквер горожанам будет доступен. И объяснил, мэрия предлагала под застройку 10 участков в центре. Но лишь этот соответствует всем строгим требованиям «Рэдисона». То есть, уверен он, или строить здесь, или нигде. Идею «не строить нигде» поддержала часть экспертов, в основном общественники и барнаульские отельеры. Мол, гостиниц у нас и так перебор, а вот парков не хватает. Но турбизнес уверен, отель с мировым именем Барнаулу нужен как воздух. Будет он, будут вип-гости, готовые платить. «Все гости, которые у нас прилетают в Центральную Россию, либо с Европы, все гости, которые хотят посетить Алтайский край, мы их чаще всего в Барнауле не задерживаем, а увозим дальше. Потому что есть определенный уровень требований у Центральной России, либо у европейцев, к размещению. И, к сожалению, большинство наших гостиниц не может этим требованиям соответствовать». А вот архитектор Алексей Квасов предложил не торопиться и провести более глубокий анализ территории. «Я думаю, что нужно проводить всесторонний анализ. Анализ по улицам, анализ транспортно-пешеходных потоков и использования всех вот этих площадей. И только в этом случае можно сказать, подходит объект туда или нет. Обсудив просто макет, этого крайне недостаточно». Во время дискуссии вспомнили про еще одну зеленую зону, которая находится буквально в нескольких шагах от того самого сквера. Вот здесь дворец спорта, а тут так называемые баки. Специалисты многие уверены, это место могло бы стать настоящим барнаульским зарядьем, если, конечно, здесь не построят жилье. Что, как опять-таки считают некоторые специалисты, весьма вероятно. В общем, застройщику гостиницы советуют проявить большую гибкость. Кстати, в Екатеринбурге есть свой Рэдисон. Ему в свое время отвели неухоженный участок в центре города. И это всех и власть, и горожан. И застройщика полностью устроило. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Журнал «Максим» написал, что демоны уводят грешников в Барнаул. В мужском издании вышел тест на знание плохих примет народов мира. На картинке изображено 13 суеверий. Например, те, кто проходит под лестницей или вешает подковы вверх ногами, рискуют оказаться в Барнауле. Так пошутили авторы теста. По всей видимости, столицу Алтайского края сравнили с одним из кругов ада. А ведь прежде Барнаул называли городом репостов. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова